всем привет сегодня вторник утро 9 июня июня наверное июня июня июля же сегодня точно да это было бы июня это у меня день рождения недавно было бы а сейчас уже июля прям быстро лизит давно это нормально видоса не снимал заработался ну так вот что мы успели тут натворить натворить мы успели много чего ну свои вы наверно уже видели как мы закручивали стропила тут уже поставили эту же пленку немножко начинали натягивать да я уже забыл как это сложно было натягивать пленку пока она там немножко морщится а сейчас на лестницу залезу покажу так этот убрать все заберемся так чтобы не свалиться прям в эфире а вот тут не прибил кстати край поэтому тут немножко натягивается до местами тяжело было вот морщины тихо избежать она как-то вроде бы вот эта крыша края ровно может быть потому что там как-то вот это вот высота вверх вниз идет и примут эту и машину реально не избежать было кажется когда со стороны смотришь кажется что-то натянуть но мы правда натягивали так вот папа секция открутили прибили открутили прибили просто мы вот эти к на каждой стропилы я прибивал вот здесь надо вот это будет натянуть все пленка потом контр-обрешетку цитают прибить чтобы был вен зазор если бы такая контр-обрешетка я буду использовать он делом вставки я покупал специальный там тоже были прокладки такие когда вот эти доски там тоже прокладки такой же самый размер как я покупал для конт р 활동е накидаем контров решетки надо быстрее поторопиться пока как бы ветра нету, а то ветром эту пленку может немножко поободрать. Мы когда дом строили, мы тоже пленку весь дом обтянули. И были там моменты, когда шли ливни и дожди, и сверху там обрывало немножко края. Было весело. Вот. Ну, так как это была стройка, это, в принципе, ничего страшного. Ну, так же, как и здесь, в принципе, ничего страшного. Не буду себя обзерять, но ничего хорошего. Еще у нас время в обрез. У этой пленки срок годности месяц на солнце написано по паспорту. Так что будем торопиться, натягивать. Размеров я еще крышу точно не знаю, еще ничего не заказал. Ну, крыша это металлопрофиль какой-нибудь, либо клик. Ну, я буду делать, наверное, пару смет. Буду делать клик-профиль. Такой, как, не знаю, как он назывался, вальс-профиль, не вальс-профиль, клик. Короче, клик. Он такими, как полосками идет, там, сантиметров, не знаю, 60 или 80 примерно. Шириной такие. И они так односторонно прикручиваются, в другую вставляются. Там как-то там, я не помню. Будем посмотреть, как говорится. Вот. Да, сегодня будем пробовать немножко по-другому. А, здесь была, как бы, доска. И тут у меня есть, даже где-то было. Здесь есть было, где упереться этому рулону. А там нет никакой, этой самой подпорки, упора, где крутить этот рулон. Придется это все делать на воздухе. Но я сейчас думаю, я наразделаю весь. Первый я только прибью, потом весь раскручу. Ну, мы там, сейчас, наверное, с Евой, и Адриан, еще у нас там дрыхнет. Натянем. И тогда, ну, допустим, Ева будет держать этот рулон. А я пойду, наверное, и буду потихоньку прибивать, 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 прибивать. Может быть, так будет лучше. Наверное. Что-то я, мне кажется, лоханулся. Что я начал постепенно. Я постепенно, 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 постепенно. Ну, как говорится, кто ничего не делает, тот не ошибается. Вот. Или, наоборот, там было. Не ошибается, тот, кто ничего не делает. Ну, вы меня, короче, поняли. Да. Да, еще немножко сложно, то, что с лестницей надо каждый раз бегать с лестницей, передвигать, 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 потому что тут больше двух метров высоты. Вот. Когда вон ту сторону, там будет, может быть, чуть-чуть полегче. Потому что там, как бы, у нас выложенный пол. Временный такой, из досок. Как-то так. Сейчас, я не знаю. Сейчас, наверное, надо будет мне... Сейчас, наверное, накидаю. Досок сюда, чтобы можно было тут ходить. Чтобы можно было ходить и прибивать. Хотите, прибивать? Потому что с той стороны... Слушай, с той стороны... Ой, я... Наверное... Не, ну, вообще... Отсюда, в принципе, я могу достать, как бы, с лестницы и прибивать в дальнюю сторону. Я могу даже, вот, камерой дойти, дотянуться. Вот, считай, до дальней стороны я достал. Ну, в принципе, можно. Можно, в принципе, и с лестницы бегать. Попробуем без лестницы, короче. Все лошадки стоили. Совсем недавно они еще были на улице, а сейчас уже зашли внутрь, потому что, наверное, начали их там... Машкара, да, слепники, да, кто там, непонятно, их там мучает постоянно. Ну, в общем, все спрятались. Сейчас пойду вам покажу. Давно вы, наверное, их не видели. Соскучились уже, наверное. Но, хозяюшка вышла. Сейчас пойдет конюшня. Кстати, совсем скоро мы уже будем снимать урожай, чесночка. Пишите мне на e-mail или пишите в Telegram, кому нужен чесночок. Чесночок под коньячок. Хотя, в принципе, ну, это если вам нужен срочно этот чеснок, потому что сейчас-то он будет снят, и он будет сохнуть. А высохнет он через сколько-то там недель. И тогда мы будем только, наверное, рассылать. Но если вам нужен он как бы быстро, срочно, тогда мы, в принципе, вам пошлем его. Ну, так, если вам нужно его на зиму хранить. Ну, если вы хотите сами, в принципе, сушить, мы можем вам его послать. Ну, так, в принципе, нормально. Нужно его высушить. Сколько-то недель. Тем более сейчас, я думаю, будет нормально он сушиться. Будет без солнца. Будем стараться его как бы прятать от солнца. И проветривание, и от дождя, от всего мы его спрячем. Ну, в прошлый раз тоже было нормально. Было как бы... Да, ну, макарты-то не было у чеснока. Только то, что было солнце, это я знал, как бы, что не очень хорошо солнце. Ну, хотя, в принципе, нормально он был. Некоторые я видел тоже в парниках сушат. Но вроде бы это не совсем правильно, его сушить на солнце. Его нужно сушить на темноте. О, слушай, какие-то пятна идут. А, потому что солнце сзади. И у меня, получается, какие-то кольца. И, в общем, интересные какие-то линзы у этого телефона. Если солнце выпадает, у него кольца какие-то. Ладно. Так, пойдем. Я обещал вам лошадей показать. А, это скважина, да? Мы сейчас уже воду со скважиной льем. Потому что спрутки... А, слушай, надо его включить. Тут, тут, только вот этот. Да? Он повернулся. Так. Блин, как бы он не оторвался. Еще мы, еще мы, еще мы включим. Такой шланг в Лидле. Ефка купила. Стягивающийся, растягивающийся. Если его открываешь... Слушай, а он как-то не особо натягивается, да? Пойду включу воду. А, мне один комментатор написал, что это за канаты у вас там натянутые. По-моему, он про вот это место говорил, канаты. Вот это лента, кто смотрит, если вы там дальше меня смотрите, этот комментатор. Комментаторша, комментатор, я не помню, там по нику, я не поддерживал внимания. Вот это лента, и тут внутри есть проволока. Это для электрического забора, если кто не видел. А, ну да, там в комментариях написали, да-да-да, что у них электрический забор для скотины. Это тело просто проволока натянута, которая не видно. А, да, туда. Вот. Вот такие вот ленты. Ну, в принципе, тоже ничего хорошего, если у вас электрический забор проволока, которая не видно. Это же, наверное, плохо. Какая-то скотинка может бежать, не видеть этой проволоки и, блин, мочкануться об эту проволоку. Поэтому, мне кажется, и делают такие специально белые широкие полосы, чтобы, ну, животное видело эти проволоки. Проволоки. Ну, забор, как-то там назвать его. Как-то так. Ладно, будем еще мы потихоньку работать. А, я же тогда до лошади не дошел. Вот, блин, балаболю-балаболю, а сам не этот самый. Иду, 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 иду. О, Пегас. Выполз, услышал тут движуха, и он вышел на улицу. Ева сливает горячую. А тут электричества нету, да? Да, тут нету. Да, да, да. Да. Издеваешься над собакой. Я прихожу, это самое... О, сено увозят. Привозят. Не, увозят. Какое-то сено далеко увозят, а этот, блин, сосед не продает. Ну, это не сосед, это там арендует просто. Хотели узнать, можно ли это сено купать. Ну, совсем рядом, не надо никуда везти. Ну, якобы, вроде бы, у этого человека, вроде, свое хозяйство, и они только для себя, это сено. Чисто на продажу, они ее никому ничего не продают. Лосатка. Хороший Пегас, Пегас. Привет, Пегас, привет. Так, кто там тебя? Слепники. Ой, как там много слепников, опять летает. А эта дружная компания тут дрыхнет. Так. Не испугаются. Спят, спят. Под вентилятором, да? Две жопки. Они недавно совсем гуляли, только сейчас, наверное, заснули. И Гринго охраняет сон своей подруги. И под низом такой. Типа, чтобы... А, они друг другу задом встали. Гринго отпугивает. Гринго отпугивает мух от переда. О! Ты пришел чесаться? Ага, я думал, ты ко мне пришел, а ты пришел почесаться. И ты здорова. Здорово, чехлак, здорова. Смотри, Пегас. Смотри, я вышел. И лошади вышли. Так, они пошли смотреть. А, там новотрактор. О! Кто-то меня бодает. Ты чешешься от меня? А, типа, давай чеши меня, чеши. Тьфу, ты тут, блин, кувыркался. Я знаю, где ты кувыркался. Ты тут кувыркался. Я вижу, что там опилка. О, насырал. О! А что ты насрал себе в будке? Насрал бы на улице. Слушай, мне так неприятно, когда ты мне так делаешь резко. О, наш местный чепушила, блин, натворил делов. Полез. Воду вытащил. Блин. Слушай, грязно. Но там в воде не будешь жимать. Сел, все, блин. Вытащил. А, Ева, потому что пришла чистить, поэтому они уже в курсе, они поуползали. Гринка сегодня что-то, это, в ударе. О, бедные лошадки. Они вышли, они хотели внутри посидеть, а я бы пришла чистить. И вот они, блин, мучаются теперь. Слушай, точно мошкара какая-то летает. Мелкая мошкара какая-то налетела. Да, да, мелкая мошкара, мелкая мошкара. Да, они где-то пытаются спрятаться. И... Гринго, стоп! Стоп! Подожди, подожди. О, блин. Фу, какая-то ужасная. Бабайка, бабайка. Какие ужасные тут монстры летают. Ужас. Я такой мухи ЦЦ, блин, миллион лет не видел. Бедные кони. Да, только спасают от этих вентиляторов, да? Да. Все, летом коней не видать. С этой стройкой нормально так у нас зарастает газон. Нету времени. Я там вчера пробежался быстро с утра. Ну, при входе. Там, где мы подготовили место для сена. Где мы там те покрышки. Мы будем сено на покрышки ложить. Ну, нам другой поставщик привезет. Не вот этот, который увозит, а другой, который привозит. Вот, да, подзарастает, подзарастает немножко газончик у нас. Скоро уже симбу не будет видно под этим селом. Под этим селом. Под этим газоном. Та-да! Пленку накрыли на навес. На крышу еще не накрывали. Мы могли, но мы остановились, потому что там надо еще стропила докрепить. Сверху укрепить. И закрепить там нормально, потому что они там пора на пару гвоздях прибиты. И все. Вот. А так что навес я уже тут немножко начал. Уже чуть-чуть пробно уже прикрутил. Точнее прибил. Контр обрешетка, обрешетка. Здесь я оставил, потому что я это буду сдирать. И здесь будет капельник крепиться. И потом вот это сверху на нее. На какой-нибудь двухсторонний скотч специальный. В общем, уже успели чуть-чуть накидать. Пока набросали. Это еще не чуть прикреплено. Просто я еще, если честно, не изучил до конца. А какой шаг надо делать в этот клик-профиль? Или я клик-профиль, и я буду просто какой-нибудь... Я так до сих пор еще не решился. Или такой профиль. Или клик-профиль этот, который идет такой... Короче, когда я узнаю цены, тогда я буду сам знать, что брать. Вот. Пленочку натянули. Втроем. Ева, я, Адриан. Накидали, накидали. Скобочками пристучали. Пристреляли. Это у меня поперечина тоже временная. Чтобы конструкция не шаталась. Потому что у меня здесь укреплений никаких нету еще. А может, я вообще не буду, фиг его знать. Мне главное сделать эту крышу. А потом она, в принципе, уже шататься не должна из-за этого. Хорошо поработали. Адрианчик посвозил на вождение. У него курсы сейчас идут автовождения. На право учиться. Сейчас быстро. Я уже плавки переодел. Пойду искупаюсь. И пойду на обед. Сейчас быстро закупанусь. Потому что 26 градусов. Что-то меня как-то разморило. Жаричи. Мы все время планировали часов в 6 вставать. Чтобы себе работать, пока не так жарко. А потом, когда жара, отдыхать. Но как-то у нас не получается. Раньше в 8 нормально с кровати выползти. Это проблема какая-то. Разленились мы, я вам, ребята, скажу. Когда на работу ходишь, блин, уже в 8 часов ты уже где-то там. Это значит, в 7 часов я обычно выезжал. А в 6, примерно в районе 6 часов я просыпался. И было все нормально. Сейчас уже что-то обленился, ребятки. Еще быстро закупанемся. Тут следы лошадиные. Тут они вчера купались. Ну, оператора у меня нету. Съемки, как я купаюсь. Что там снимать? Но сразу после купания так, о, свежое, вам скажу. Мне кажется, в воду заходишь так. Такая прохладная, кажется, вода. Но она нормальная. Просто я уже разогрелся. Поэтому кажется, что она холодная. Так она хорошая, очень хорошая водичка. Ну, если тут так. Все время тепло, в принципе, было. Не было такого холода такого. Все время больше 25. Прилежь минус. Минус плюс 10 градусов. Все, пойду кушать. О, кадр. Гринго вышел средь бела дня. Че-то он вышел. А может, проголодался. Свежей травки захотел. Все сидят по будкам. А он решил против системы идти. Красавчик. Поглядите, какие тут у нас помидорчики. Мы уже покраснели. И вон какие красавчики. Завтра с утра будем завтракать этим огурчиком по-любому. Да, огурцы продолжают дальше цвести. Все больше и больше. Вон там огурчик висит. Тут болгарский висит. Так, тут другой сорт. Тут это, наверное, бычье сердце. Или там бычье сердце, не помню. Не знаю. Сейчас пойду немножко передохну. Уже так что сходил покушал. И потом, наверное, дальше надо идти работать. И потом, наверное, дальше надо идти. Вернушка, Витя и маленький охранник. Кевин, да? Рding, да? Гринго. Тунези. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...